короче водёров здесь дегустируют это бесплатно же дегустация проводится все сидим в жигули проходит мимо тимати мыфли в пиво нормально отдыхаем какая-то царица я не помню как ее на цех дом актера такие смотри домики интересно листом архитектура такая он написал один раз кино фанатская стена такой но питера классный город вообще добре очень нравится город а чё играть и здесь гитара отлично а по-русски кто-нибудь понимает нет в контакт с другой цивилизации привет ребята добрый день москва город старинный разнообразный и вот в общем то мы сегодня решили пройтись по арбату по арбату есть арбат новый есть арбат старый наверно это единственная улица которая сохранилась и передает двух эпохи наверное старой москвы вот после большинство туристов короче говоря после красной площади обязательно здесь как бы считается нужно побывать ну что пройдемся и посмотрим там у нас виднеется новый арбат сейчас мы держим путь на левую сторону это у нас будет старый арбат посмотрим что да как сегодня с погодой не повезло немного вот находимся на пересечении улицы нового арбата и старого сейчас мы движемся вот сюда вот на старый арбат после пожара 1812 году для улицы начинается новая жизнь с нее исчезли все деревянные постройки и пустующие места начинает застраивать новыми домами конце 19 века сформировался окончательный облик арбата такой цветок да тип 1974 года он был освобожден от транспорта но исчезла историческая брусчатка такие вот разнообразные здесь соответственно сувениры продаются какие-то матрешки все для туристов короче говоря иностранцев магнитики он тоже есть смотри 30 рублей есть по 45 15 рублей не хочешь магнитик сувениры на любой вкус москву москву много иностранцев все одни иностранцы одними с тобой сюда загружать еще раз ну да я не туалет а два и туалет но все русская матрешка либо 3-шка мошер и сисус альвес и тисик я матрешка артистик со ла и я лебукая тут моему Все круто, так точно, yes. Можно, да, любому? Или только для иностранцев? А, это там отдел, да, такой? Да, попробуй. Короче, водяру здесь девустируют. Это бесплатно же, да, регистрация проводится? Для иностранцев только. А для водки? Нет, водку. Водка хорошая? Да. Качество? Я знаю, где-то наступит, тогда не пойду, ладно. Отлично. Нет, нельзя пить тебе. Пойдем, ты не иностранка. В каком языке разговаривают? Да? Похоже, да. О чем говорят? Пойдем. Вон какие-то разнообразные флаги здесь, короче. Магазин Онегин называется. Дух хорошего. Короче, иностранцев реально очень много, просто много. Хотя такой не очень так хороший день, серые будни. Народу на самом деле не так уж и много. Выходные дни гораздо больше бывает. Не, я про старую работу говорю. Вы сейчас на Старом Арбате находитесь, правильно? Чувствуется какая-то атмосфера вообще обалденная? Ну да, если бы не погода не портила бы. Дух такой, да? Да. Старый дух передает как бы атмосферу. Да. Очень нравится то, что очень много людей, которые несмотря на погоду улыбаются. Да. Я не знаю, там как-то передают атмосферу. Все-таки лето. То есть оно у нас какое-то непонятно. Да, несмотря ни на что, да. Действительно, тут все на позитиве как бы. Да. У природы нет плохой погоды. Да. Я не знаю там. Вы откуда сами приехали? Из Тула. А, ну в принципе не так уж и далеко. Тульский пряник, в общем-то. Туля, привет. Да, оружие, самовары. Да, да, да. Были бы у вас как-то? Я как-то город такой знаю, даже Щекино есть у вас. У меня там бабушка раньше жила. Да, 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 да. Так что вот, всего хорошего, отдыха вам. До свидания. Я считаю, вот так вот, как мы, в принципе, и говорили, то, что после, наверное, Красной площади и других достопримечательностей Москвы, Арбат для посещения обязательно. Ну, в общем-то, идем дальше. Смотрим. Что там будет. Ничего интересного. Впереди нас там, я так думаю, ожидает театр Фахтангова, Булата Куджава. И там разные памятнички еще всякие. Всяких ресторанов, кафешек, короче. Что только здесь нету, да? Вот тут грузинский какой-то ресторан. Это Генацвали. Генацвали. Хороший, говорят, грузинский ресторан. Ресторан на Арбате. С осликами, что ли, я решил? Нет, туда пойдем, не будем туда заходить. Интервежчик прикольный вообще. Тут вот пальмочки такие вот растут, да? Такой передает дух Кавказа, в общем-то. Ну, вот так вот это все выглядит. Ослики. В общем, Арбат очень связится тем, что здесь очень много можно повстречать интересных людей. Ну, а также такие вот знаменитые такие вот дома, да? Очень элитные там почитаются постройки. Такая трактитура передает дух старой Москвы. Какой-то вот деловой центр мы проходим мимо. Аэрофлот. Ну, конечно, здесь хорошую погоду надо гулять. И желательный выходной день, наверное, все-таки здесь будут музыканты и всякие разнообразные художники там встречаться. Поскольку сегодня 16 июня. Вот. Здесь вот такие вот русские сувениры. Короче, на каждом шагу буквально нет. Пока таких вот интересных событий мы не наблюдаем. Вот у нас троллейбус. Синий троллейбус. Раньше вроде бы кафешка. Сейчас он закрыт на ремонт. Вот такой вот. Вот такие вот здесь вот. Интересный интерьерчик, наверное, я думаю, внутри. Центр развлечений. Ладно. Шашлык 130 рублей, если что заходите. Очень вкусно. Шашлыки тоже с уникальной. Все. Я думаю, зрители посмотрят, обязательно заценят. Удачи. Так что вот предлагают шашлык за 130 рублей. Тут очень много соблазнов. Вот подходим к дому актера. Короче, вот здесь вот у нас принцесса. Театр Вахтангова с правой стороны. Какая-то царица. Я не помню, как ее. На «Т». Дом актера. Такие, смотри, домики интересные. Видишь, там архитектура такая интересная. Там еще типа рыцари стоят. Много, как всегда, иностранцев. Театр Вахтангова. Ну а здесь вот вход у нас в театр Вахтангова. Вот мы идем. Здесь у нас мы наблюдаем стенку фанатов Виктора Цоя. Сбор раньше был проводился такой, как бы, формальный рисовок. Это я понял. Он здесь только вот в этой стороне написал один раз кино. И все. И пошла вся стенка. А, просто кино просто на сцене рисовал. И после этого, после него вот это все стало разрастаться, да? Мы из Питера. Фанатская стена такая. Да, там Камчатка в Питере есть. Это называется вот эта вот песня. Это странное место Камчатка. Это не значит город Камчатка. Это просто Питер. А, ну я понял, понял. Это Камчатка. А вы из Питера, да? Да. Питера классный город вообще. Да, приехали. Очень нравится город. Спасибо. Сегодня у меня день рождения. Я понял. Ну я голубник, как собака. А что играете? Есть гитара? Конечно. Отлично, давайте. terrorist по рукам. Телефон во всех голосах говорит, да, да, да. При вайконном мосте, зад в рукаве и журчат из тормана все эти парадки, да, ура. Да, ура. А музыкантов много вообще здесь собирается? Ну так собирается, в средней погоде. Ну я вижу, да, погода вообще отстойка. Так иногда присоединяются, шпили там, гитарю, барабан. Так еще раньше сидели вот так вот, прям по всему арбату были, раскидывали. Ну давным-давно еще помню. Наши сердца перемен. Превыруют наши глаза. Наши слезы почти в слезах. Наши сердца перемен. Живыми. Выжгонки. Спасибо. Давайте удачи. Еще раз Питеру привет. Давайте отдыхайте. Традиция осталась, как бы здесь вот люди собираются периодически, да, как вот мы видели, нафиг. Иногда исполняют песни Виктора Цоя. Что очень-то даже порадовало, как-то прям для меня было необычно. Сколько раз я здесь ходил, уже раз пять, наверное, если не больше. И ни разу такого вот не видел. Сегодня прям необычно прям. Можно сказать, под квартиру ребята исполнили для нас несколько песен даже, собственно говоря. Ну вообще вот это попахивает реально, передает атмосферу старины вот такой. Фонари вот такие вот восстановлены, под старину сделаны. Брусчаточка. Куда? Слушай, я здесь промок сам. Я стоял прям фактически под крышей, там дождик капал, прям всю руку меня облил, всю кепку, блин. Вот даже и детара была без одной струны не хватало. Там, в принципе, все равно неплохо получилось, я считаю. Вот так вот. Засняли. Памятник Лакуджала у нас. Булата Куджала. Много им написано песен про Арбат. И прозрачен асфальт, как в реке вода, Ах Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Всем привет. Это иностранцы. Господа иностранцы что-то рассказывают. А по-русски кто-нибудь понимает? Нет? Да, что это иностранцы. Вот так вот. Пытаемся найти общий язык. Но языковой барьер, понимаешь ли, не разбираем. И мы не понимаем, и они нас не понимают. Что ты там вступила в контакт с другой цивилизацией? Ну что там, получилось найти общий язык? Да, я спросила, что вроде бы. По-русски ответили? Нет. А что сказали? Не поняли. Понятно. Срубливаем направо и уходим к памятнику Александра Сергеевича Пушкина, его там невеста Наташа Гончарова. Такой вот интересный памятничек здесь. Здесь, говорят, прожил поэт несколько месяцев со своей прелестной молодой супругой на старом Арбате. Показали Арбатик. По-моему, вот эта вот высотка сталинская. Так, а там дальше у нас идет Макдональдс. Вот, собственно говоря, тоже такое здание. Это один из первых Макдональдс, который появился в Москве. Первый у нас появился на Пушкинской площади. Походу, вот это второй, наверное, был. Тоже здание такое, можно сказать, историческое. Ну вот, народ, вот чем отличается у нас новая Арбата от старого Арбата. Здесь вот эти здания такие вот, да, савдеповские вот, высотки остались. На мой взгляд, конечно, они как-то немного уродуют. Уродуют этот новый Арбат. Новый Арбат немного реконструировали. У нас вот здесь такие вот валушки появились. Необычные вот такого формата. Также деревца посадили. Но мы идем вот в бар «Жигули». Местечко известное «Жигули». Как-то мы здесь тоже отдыхали. 15 июня, 49 лет ресторану. Бар у «Жигули» исполняется. 19.00 по ресторану за наш счет. Вот такая копеечка. Популярная была когда-то в свое время. Ретро-авто. Такое заведение, чем она популярна. То, что вот здесь вот Медведев даже был сам с Путиным, да? Как-то так вот. Ну, многие артисты. Такая савдеповская атмосфера здесь. И у Мушка. Стиле 80-х. Соответственно, это такие русские фильмы. Мы сидим в «Жигули». Проходят мимо «Тимотека». Мы клюв пиво. Очень нормально. Отдыхаем. А у Арбата, короче говоря, можно также попасть и на старую Арбату. Близко. Такие вот тут, короче, музыканты. Но ближе к вечеру, короче, больше творческих людей выползает. И в сладком дороге газ. Сигареты в руках дышал на стаме. Так замыкается круг. И больше нет ничего. Все находится в нас. Один feminинista.' Бодроски, бутир, Kombидан. Путир. Бол 대ien nikitv Компании КОГО ТЫ ПОТЕРЯЛА